Покупатели в магазинах отопительной техники делятся на два типа. На тех, кто о котлах Термокрафт знает все, и на тех, кто слышит о них впервые. Уверен, наш сегодняшний выпуск будет полезен всем, так как мы не просто покажем котлы, расскажем их модификационные характеристики, но и побываем на заводе и помучаем вопросами инженеров завода Термокрафт. Но обо всем по порядку. Пожалуй, самый часто задаваемый вопрос при подборе котла – длительность горения. В ассортименте завода Термокрафт нам приглянулся угольный полуавтоматический котел «Зевс». Вот с него мы и начнем знакомство с заводом. Модельный ряд «Зевса» очень большой. Сразу зайду с козырей. Мне очень понравилось, что в линейке помимо больших объемных котлов есть и компактные модели для небольших домов. Ведь целая проблема найти хороший угольный котел на дом площадью 60-80 квадратных метров. Но давайте об особенностях котла расспросим его создателя. Всегда же интересно, какую идею в конструкцию хотел вложить автор. Василий Петрович, спасибо, что пригласили нас на завод. Вопросов сейчас очень много, глядя на ваше богатство ассортимента. Но, конечно же, когда я изучал ваш ассортимент, мне в первую очередь приглянулся как раз за котел «Зевс». И именно тем, что это шахтный котел. Это котел, который подразумевает, что он будет долгое время работать на одной закладке угля. Но как раз мне небольшой котел приглянулся, потому что очень мало котлов, рассчитанных на маленькие площади. То есть сразу большинство производителей идут мощности от 18 кВт, которые в небольшую систему отопления не встраиваются. Ваши котлы, у них очень большая линейка. И самый младший, напомните, сколько? Да, это 9 кВт. 9 кВт. То есть он как раз на примерно дом до 80 квадратов. Да, так и есть, от 50 до 80 квадратов. То есть мы тоже долго думали. То есть на самом деле очень проблемно создать шахтный котел нижнего горения мощностью 9 кВт. Но смогли реализовать путем встраивания, как во всей линейке наших котлов, жиротрудного теплообменника. А на каком топливе работает этот котел, основное топливо? Ну я, конечно, не беру в счет буру и уголь, потому что у него очень низкая коваренность. Как он относится к самым жирным садам угля? На самом деле котел не прихотлив к каменному углю. То есть работает на всех типах, даже на некалиброванном, не орехе. То есть можно осыпать обычный рядовой уголь. То есть котел не задыхается, выполняет свои функции. То есть он даже к фракции не прихотлив. Не обязательно на него орешек покупать где-то, искать сортовой уголь. Грубо говоря, топим тем, что есть. Да, тем, что есть. То есть все пользователи, которые пользуются нашими котлами, на самом деле так и делают. Используют рядовой уголь. Не каждый готов заплатить деньги за сортовой уголь типа ореха. А что делать, если у угля будет большая спекаемость? Понятно, что это котел нижнего горения. И как раз эти коржи могут образоваться на колосниках. И есть ли в этом котле какая-то система, которая позволяет либо шевелить уголь, либо же разрезать его? Ну, конечно, есть. Это механизм встряхивания, то есть локорец, который разрезает уголь путем движения ножей маятникового типа вперед-назад. Конструкцию котла, я так понимаю, классическая. Это трехшахтник, наверное, да? Трехходовой котел, да, все верно. И у него основная камера тоже, я смотрю, довольно большая, несмотря на то, что это один из младших котлов. Да, то есть сюда заходит в районе двух ведер, даже чуть побольше. Так вот, основной вопрос, за которым мы к вам сегодня и приехали, это длительность горения. Каждый покупатель, который приходит выбирать котел для своего дома, в первую очередь задает вопрос, сколько он проработает на одной закладке угля. Я знаю, что у вас есть испытательная лаборатория, и вы каждый свой котел, перед тем, как он выходит там в тираж, вы его испытываете. Вот конкретно котлы Зевс, сколько работали на обычном угле, который, грубо говоря, там нашли, загрузили, затопили? Да, конечно, испытываем, то есть каждую мощность проходит испытание во всей линейке. В среднем, по показателям, котлы работают в районе 14 часов на одной закладке. Это прямо на всех мощностях, которые находятся в данной линейке котел Зевс. Соотношение площадей нагрева мощности, да, к размеру емкости бункера. Независимо от того, котел небольшой мощности, либо же в линейке есть старший котел, который самый мощный, они примерно одинаковое время работают на одной закладке. Да, конечно. То есть вы именно подходите к этому вопросу сбалансированно, не так, чтобы младший, из-за того, что небольшая камера по сравнению с большим котлом работает меньше, а тот котел, который мощнее, он работает дольше. У вас все сбалансировано. Да, конечно. Раз уж мы заговорили о том, как мы загружаем топливо, некоторые шахтные котлы других производителей устроены таким образом, что периодически топливо у них зависает в камере, из которой оно подается. Здесь же, я смотрю, одна из стенок, которая ближе как раз к середине котла, она у вас выполнена наклонной. Сделано это для того, чтобы топливо не зависало. Да, все верно. То есть наклон загрузочной части должен быть в сторону горения. Вообще, несмотря на то, что ваша компания довольно молода, я так понимаю, что линейки ZEVS уже, наверное, лет 5, да? Да, не меньше, в районе 7 лет. Они довольно хорошо себе зарекомендовали, то есть у них очень высокая надежность. Я вот смотрю, что колосники у вас чугунные, ну, как бы, естественно, котел, работающий на угле, там должен быть чугунный колосник. Но колосники такие, которые, в принципе, можно приобрести в любом печном магазине. Это вы сделали сознательно, либо же как-то так получилось, что туда вошел стандартный колосник? Нет, это сознательно спроектированный котел, чтобы любой пользователь мог купить колосник в любом магазине. Это стандартный чугун производства Рубсовского литейного комплекса, если не ошибаюсь, РУ-7. Никакой экзотики можно купить этот расходный материал, колосник-то все-таки считается расходником, и заменить его самостоятельно, без особого труда. Я считаю, что это, как бы, такой серьезный шаг навстречу потребителю. Ну, мы старались. Зона горения дополнительно там усилена как-то? Да, зона горения усилена дополнительно чугуновым подогревательным воздухом, выполняя две функции, то есть защиту, как бы, части без водяной рубашки, и дополнительно разогревает воздух, который идет на дожиг на вторичном районе. Про чистку котла. Задняя крышка, она, я так понимаю, довольно просто. Да, отключается до оборожка. Какая периодичность вообще чистки? Либо это все-таки индивидуально, в зависимости от того, как человек топит? Да, в зависимости, да, от качества топлива. Периодичность чистки, конечно, меняется, потому что, как бы, любой налет на тепловидных частях котла снижает ЛКПД. Желательно чистить, ну, хотя бы раз в две недели. О, здесь еще и стоит стальной такой отбойник, да? Да, это дополнительная защита задней крышки, то есть задней крышке присутствует утеплитель асбест, и еще дополнительно отбойник, чтобы крышка не подвергалась тепловому нагреву. То есть для того, чтобы сейчас прочистить котел, нам нужно еще дополнительно открутить вот эти гаечки. Да, без особого труда мы сможем его прочистить. Да, получаем полный доступ к тепловидной части, где без особых проблем происходит прочистка. Вся сажа, которая с теплообменных поверхностей попадает в зону прочистки, где с помощью открытия вот этой заслонки все высыпается в зольный ящик. То есть никаких таких движений там... Да, да, не надо ничего. Руками никуда не нужно лезть через кульбитов. Никаких кульбитов совершать не нужно, да, абсолютно. Очень интересно. То есть как бы решение простое, но в то же время очень эффективное. Выходы у котла есть как с левой, так и с правой стороны. Это сделано для того, чтобы можно было удобнее подключить к системе отопления? Да, конечно. То есть либо с правого, либо с левой, либо диагонально. А, то есть еще можно диагонально подключать котел? Да, конечно. А в каких случаях? Да, в любых абсолютно случаев. То есть как позволяет место монтажа. То есть застойных зон в рубашке котла нет? Вообще абсолютно нет. Очень интересно. Здесь двухдюймовый выход. И в принципе, я так понимаю, в нижний, в один из нижних выходов можно еще дополнительно строить тен. Тена в комплекте нет. Тен в комплекте не идет, но можно приобрести отдельно, вместе с панелью управления. Ну, в принципе, тем, кому нужен этот аксессуар, может его докупить дополнительно. Цена у котла очень интересная. И во многом за счет того, что в принципе в нем нет ничего лишнего. Есть все самое необходимое для его корректной и правильной работы в течение довольно длительного времени. Котел работает на одной закладке топлива до 14 часов. Я так думаю, что все-таки производитель несколько подстраховался. Работает он и подольше. Котел изготовлен довольно добротно. Основной материал, из которого он изготовлен? Основной материал, котловая сталь 4 мм. 4 мм. Какова температура выходящих дымовых газов? Все-таки это котел длительного горения. Да, в районе 120-140 градусов. То есть это может судить о его высокой эффективности. Естественно, для такой температуры лучше применять в качестве дымохода сэндвичи. Да, конечно. Для того, чтобы трубу утеплить. Котел трехходовой. Не возникает ли проблем с его растопкой? Что нужно сделать для того, чтобы котел очень быстро включился в работу, и топливо разгорелось, и была тяга? Да, понятно, что на трехходовом котле сложный ход дымовых газов. И для того, чтобы прогреть всю систему и трубу, была предусмотрена растопочная заслонка. Заслонка розжига. То есть котел в этом режиме прогревает теплообменную часть прямого хода и, соответственно, дымовую трубу. Потом при закрытии заслонки уже в дымоходе создана тяга, и, соответственно, котел уже идет по трехходовому принципу. Мы закрываем заслонку, и он переходит в обычный рабочий режим. Да, в рабочий режим, то есть в три хода. Котел нижнего горения. Где основная зона горения у этого котла, и за счет чего происходит нагрев водяной рубашки? Как идут дымовые газы? В принципе, вот эти три вопроса хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Так, основная зона горения в районе схождения подогревателя воздуха и горизонтальных колосников. Дальше дымовые газы идут по второму и третьему ходу. Ну, то есть, собственно, если мы откроем вот эту заглушку, да? Ой, задвижку. Да, переведем ее в рабочий режим. Сейчас она у нас в рабочем режиме. Да, все верно. То есть газы поднимаются, проходят вниз через трубы и выходят по задней стенке котла в дымовую трубу. Также здесь лежат два шамотных камня, но это именно в этой комплектации. То есть на других мощностях, в зависимости от того, какая мощность, камни могут быть и 6, и 4, и 8. Но они служат не для перенаправления потоков, а именно для подогревания их и для дожига. Да, то есть шамот является катализатором. Когда он набирает в себя температуру, а сбоку котлов расположены вот такие регулировочные заглушки. Это подача третичного воздуха. Это подача третичного воздуха. То есть свежий воздух, свежий поступающий кислород дожигает не сгоревшие газы. Ну, в принципе, я смотрю, вот жаротрубный теплообменник, он вертикально расположен, и его чистить будет довольно просто. Да, тут никакого труда не составит. Обычным ершиком 50 миллиметров чистится этот теплообменник. Это положение для розжига, для того, чтобы упростить ход дымовых газов. А это положение задвижки, в которые котел переходят в рабочий режим. Да, пусть вас не пугает то, что у нас здесь установлены гаечки с болтами, да? Это просто транспортировочный элемент. Да, да, да. То есть крепеж, защитные пластины задней прочесной двери, он как бы транспортировочный. То есть закручивать и откручивать до раз необязательно. То есть разово при уже установке котла можно просто снять крепежный элемент, то есть гайки, шайбы и гравера, и использовать котел, просто накинув пластину на шпильки. Котел выглядит очень симпатично, сделан он добротно. Здесь нет никаких вот внешних некрасивых швов. Все внутренности спрятаны за декоративный кожух. Что находится под кожухом? Под кожухом находится базальтовый утеплитель толщиной 25 миллиметров. Котел полностью теплоизолирован и, соответственно, отдает все тепло только теплоносителям. Помещение он просто так не греет. Что входит в комплект котла? Котел комплектуется регулятором тяги, заглушками для подключения котла в систему. Это двухдюймовые заглушки, потому что, соответственно, подключается котел с одной стороны, а выхода четыре. И заглушка для слива теплоносителя с котла. Ну, слив также можно использовать для набора теплоносителя в систему через котел. Сливное отверстие можно закрутить помимо заглушки, ну, кто желает, поставить кран. И через кран подключить шланг, соответственно, насосной станции, потому что не рекомендуется с водопроводом набирать систему. Потому что в системе, да, в районе шести атмосфер недопустимо для котла, потому что тут максимум три атмосферы, а жевательное рабочее давление полтора очка. Соответственно, насосная станция подключается к этому разъему через кран. Теплоноситель заполняет систему и сам котел. Как только теплоноситель доходит до уровня муфты термоманометра, который находится вот здесь, начинает переливаться, то есть останавливается насосная станция, закручивается регулятор тяги на место, и дальше набирается система. Соответственно, лишний воздух, который уже минимальный, сбрасывается через бросные клапана группы безопасности. Рабочее давление котла полторы атмосферы, это максимум, да? Ну, это же желательно нормальное рабочее давление. В принципе, для одноэтажного дома больше не требуется. А в принципе, котлы нормально функционируют и на 1,2, и на 1,3. Максимальное рабочее давление 3 атмосферы? Да. Скажите, котел проходит опрессовку на производстве? Конечно. При каком давлении вы проводите испытания? 3,5 до 4 атмосфер. Термоманометр находится непосредственно возле патрубка для подключения регулятора тяги. Регулятор тяги идет в комплекте. Мы сейчас его крутим в котел. И сделано это для того, чтобы показания максимально соответствовали действительности. В комплекте идут две заглушки. Барашек для дверцы регулировочной, которая подает воздух в колосниковую зону. И регулятор тяги. Регулятор тяги мы сейчас собирать не будем, я думаю. Но, в принципе, видно, что... РТ-4 регул. Да. Гарантийный срок службы котла 18 месяцев. А расчетный срок эксплуатации котла 10 лет. Ну, мы с вами тоже уже знаем, что компания существует на рынке примерно с 2012-2013 года. И эти котлы выпускаются довольно давно. Знаю, что по ним очень низкий процент брака и практически нет возвратов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...